Так, домой я пришла. Хотела купить кулич, но передумала. Я люблю... Вот такие взяла корзиночки творожные с фруктами. Взяла две штуки. Вот они. По мне это вкуснее всякого кулича. И булочки взяла. Пять штук с повидлом. Я вот как-то куличи, к ним отношусь, ну, не нравятся они мне вкусовые качества. Мне куличи этих не нравятся. Вот, я как-то... Что у них вкусного, это вот только верхушка крема его и всё. И как-то в детстве всегда возьмёшь и это... Объедаешь этот верх. За что не раз получала люлей. Вот, потому как кто будет дальше есть? Хлеб никто есть не хотел. А хотели есть все вот эту очень вкусную белковую помадку. Так, огурцы взяла, помидоры. Вот эти конфетки я очень люблю. Называются какая-то бешеная не то пчёлка, не то шмель. Так, это Марику. Ой, по акции в батоне он по 21 рубля зашла. Вот пятёрочку он там, кажется, ещё и дешевле. Ну, что делать? Приходится покупать. Семечки. Семечки. Ну и картошка. Ну и картошка. Ну вот, это где-то на всё. Вот, что я тут взяла? Вот, ничего не взяла. Это 260. Это, наверное, рублей 300. Вот это вот. Ну и там. В общем, где-то на тысячу с лишним. Ничего не взяла. Вот это цены. Так, у меня здесь уже подготовлено. Я терпеть не могу все эти, вот эти, как они, украшения, краски. Крашу старым дедовским способом. В луковой шелухе. Немножко я замочила сегодня с утра в кипятке. Сейчас я тупо туда побросаю белые яйца. Непременно белые. Соли и немножко уксуса, чтобы ничего не расплылось, ничего и покрасилось хорошо. Можно сейчас прямо и затолкать. Ой, цены, цены, цены. Эти цены просто хоть караул кричи. И все. И все. У меня муж тоже не любит, когда краска какая-нибудь магазинная из пищевых красителей. Я все время как-то удивлялась. Почему? Теперь я его понимаю. Мне кажется, самые красивые яйца это именно такие. Сколько же сварить? Сколько вы варите яиц? Яиц на Пасху. 2, 4, 6. Ну ладно, 8 штук сварю. Я думаю, хватит. Я думаю, хватит. Все. Вот и все. Так что вот так. Кстати, все сейчас яйца. Вот эти стеляночка. По 68 рублей. Акция. Первая категория. Очень хорошие яиц. У меня яиц дофига. Но если я вижу яйца по акции, именно вот стеляночка или яркое утро, я обязательно беру 11.04 дата. Так, ну все, покрасились яйца. Ну, немножко с косяками. И вот это прямо вообще, ну какое. Я их сразу не вынимала. Что такое? Прак производственный. Я их сразу не вынимала. Они у меня еще лежали там какое-то временное. Часа два. Ну вот, как-то так. Ну, зато вот они такие. В общем, к Паске готов. Что называется. Кулички, естественно, не покупала. Положу булочки. И утром мы стукнемся яйцами. Всем привет еще раз. Сегодня праздник Великой Пасхи. Светлый, светлый, чудесный день. Всех вас, девочки, мальчики, поздравляю. Всем вам мира, добра. Что сейчас очень важно. Главное мира. Я вчера посмотрела трансляцию из Иерусалима. Схождение благодатного огня. Вы знаете, я в 12-м году, мы с дочерью были в Израиле на экскурсии. Вот именно по святым местам в храме Гроба Господня. И вчера я это смотрела. И как-то меня, как-то какая-то гордость у меня внутри, что я была в этом месте. Действительно, очень такое сакральное место. Вот словами просто не описать. И вот вчера я смотрела трансляцию. Вот прямо, знаете, вот как вот... Вот аж прямо вот щемило где-то внутри. И все время меня удивляло, как это вот схождение благодатного огня. Мой муж говорит, ну что ты, говорите, паришься? Ну, зажигалку принесли, да зажгли. Я все-таки думаю, что нет. Вот именно какое-то чудо происходит. И много, как я вот сейчас затрудняюсь, как это много, как конфессии там, или как это вот все называется. Но меня поразили вот именно арабы. Они так митинговали, как это сказать, митинговали. Вот это надо было вчера видеть. Настолько и российским флагом они там размахивали. В общем, как будто призыв скорейшему схождению благодатного огня. Настолько вот я вчера даже дождалась. Вот поздно было. И смотрела эту трансляцию. Ну, действительно такое незабываемое. И побывать вот именно в том месте, именно вот когда вот это схождение огня, это, наверное, великое счастье, удача. Я не знаю, как это назвать. Мы были не в это время. Мы были, наверное, в сентябре, однако. Или в мае мы были. Я вот не помню в каком. По-моему, в сентябре. Нет, в августе мы были в Турции. И вот взяли экскурсию. Тогда еще было это не так трудно. Съездили вот на святые места в Иерусалим. Все это мы там посещали. И шли вот по этому пути, где прох... Как этот путь? По которому шел Иисус. Вот именно Арабский квартал. Мы этот путь весь проходили. Что мне еще запомнилось? Гора Голгофа. Я думала, это какая-то гора. Это вот небольшой, как будто бы пригорочек. Ну, все это, конечно, под стеклом. Небольшой, знаете, такой холмик. И все это было как под стеклом. Но такое, знаете, ну, незабываемая была такая экскурсия. И нисколько не пожалела, что мы туда съездили. Экскурсия на два дня была. Все быстро-быстро. Но все равно это такой вот остался след. Посещение вот этого вот места. Я бы, конечно, хотела еще раз туда съездить. Еще раз и не раз. В общем, у кого есть возможность, обязательно посетите. Народу очень много. Ну, там всегда очень народу. Всегда было очень много народу. Ну, вот как-то. В этот год говорят, что меньше паломников пускали. Не знаю, в связи с чем. Но было меньше. Ну, так говорят. Ну, а всех еще раз поздравляю с этим светлым праздником. Воскресением Христовым. Всем добра, мира, особенно мира, здоровья. Мы пережили эти два года пандемии. Не знаю, как это. И теперь вот, видите, у нас еще одна такая миссия освобождения от всего зла. И да, я думаю, что мы эту миссию выполним. Так что вот так вот. Ну, а у меня сегодня все продолжается расхламление. Пока мужа нет. Я выбрасываю вот это кресло. Я не знаю, как я его потащу. Марк. Марк его, конечно, тут добил. Он у меня ничего не дерет. Ну, я... Ну, вот, вот. Ну, вот это кресло все. Ну, давай, давай напоследок его взлохмать. Вот так, вот так. Ну, это кресло, вот он его умотал. Да, Маркуша? Сейчас мама его выбросит. Пока папы нет, я, видишь, что тут делаю. Все с него, он, видите, все летит. Все надо выбрасывать. Марк. Ты мой сладкий. Да. Игрушку твою забираю. Тяжелая? Ну, потащу. Кое-как я уговорила мужа выбросить это кресло. Он его хотел тут перетянуть. Что-то с ним сделать. Говорю, да выброси этот хлам. Хочешь, говорю, я сама выброшу. Ну, вот сейчас попру его на мусорку. Космос. Слуденькие, слуденькие, слуденькие. Да. Утаскиваю твою эту хрень. Вот так мы лежим. Вот такие у нас расхламляшки. Цена. А-а-а-а-а-а-а. Маркуша. Маркуша. Давай, мама, покатай. Да покатаю я тебя, конечно. А-а-а. Что? Не выбрасывать? Оставить? На разграбление? Сегодня очень холодно на улице. Минусовая температура. Вот. Еврейская Пасха была очень теплая. 23 градуса. Ну, соответственно, наша холодная. Хотя всегда было наоборот. Марик, слазь, сыночек. Ну, слазь, слазь, слазь. Ну, у нас сегодня погода какая. Снег обещает даже. Пасмурно. Я пошла девочек поздравить. Посмотрите, какой у нас снег. Купила я их немножко гостинцев. Пойду поздравлю. Вот вам и Пасха. Ну, так оно и должно было быть. О, боже. В прошлой неделе была еврейская Пасха. 23 градуса. Ну, соответственно, наша будет холодная. Так оно и есть. Не холодно, в принципе-то, но ветерок еще со снегом. Все глаза залепило. Представляете, зима пришла. Все, ну, а с вами я прощаюсь. Всем еще раз. Мира, мира и мира. Будьте счастливы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.